За три года из-подо льда в регионе было спасено более 60 человек. Об этом сообщает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Ростовской области. Спасателями проводятся инспекторские рейды и патрулирование по водоемам. В минувшие выходные сотрудники МЧС спасли мужчин, которые провалились под лед. Перед выходом на лед спасатели рекомендуют убедиться, что он имеет голубоватый цвет и толщину более 10 сантиметров. Нельзя передвигаться вдоль ручьев и растительности. Выходя на лед, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления алкоголя. В 2018 году в Ростовской области не помиловано ни одного осужденного. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. Большинство обратившихся с просьбой о помиловании были осуждены за незаконное приобретение, изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Порядка 13 человек осудили за убийство, еще 12 человек за кражу. При этом 63% опросивших о помиловании уже осуждены ранее. Подведены итоги правоохранительной деятельности таможенных органов Юга России. В 2018 году таможнями Южного таможенного управления было выявлено 157 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также товаров военного и двойного назначения. В результате возбуждено 253 дела об административном правонарушении и 10 уголовных дел. Изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 26 единиц травматического пневматического газового оружия и оружия самообороны. До 2021 года в Ростовской области построят 7 новых школ. Об этом сообщил губернатор на совещании Министерства образования региона. По его словам, 4 школы, рассчитанные на 4000 мест, будут сданы уже в этом году. Остальные реконструируют с учетом создания дополнительных мест. Строительство и реконструкция учебных заведений направлены на сокращение обучения школьников в две смены. Аэропорт Платов получил национальную премию «Воздушные ворота России» в категории до 4 миллионов пассажиров в год. Второе место заняла Воздушная гавань Владивостока, третье – Самары. Также Платов стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект года». Напомним, по итогам 2018-го пассажиропоток нового ростовского аэропорта превысил 3 миллиона человек. В ДГТУ презентовали новый корпус «Наука». Он оснащен современным оборудованием. В его числе 22 станка, роботизированный сварочный комплекс, покрасочная и пескоструйная камеры и муфельные печи для равномерного нагрева. Это огромная территория, которую мы называем полигон нашего вуза. И в ближайшее время, в этом году, до 1 сентября, мы введем в эксплуатацию 15 тысяч квадратных метров. И здесь полностью будет наука и образование. Я впереди ставлю науку, потому что больше всего здесь будет, наверное, прикладного характера всего. Это будут роботы, это будет автоматизация, это будет биоинженерия. Новый корпус занимает порядка полутора тысяч квадратных метров и три этажа. Второй и третий заняты офисными помещениями и учебными классами. На первом расположено производство малого инновационного предприятия ДГТУ ООО «Энсет». Его продукция поставляется ведущим российским предприятием. Экспортируется в Республику Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Перу. В прошлом году компания впервые поставила оборудование в Евросоюз. Среди штатных специалистов – доктора и кандидаты технических наук, магистранты и аспиранты ДГТУ. Это даст возможности подготовке реальных кадров, реальных профессионалов, которые будут на этих предприятиях работать. Они не будут бояться подходить к станку. Они не только книжки будут открывать, они здесь будут работать реально своими руками и создавать те машины, которые мы уже предлагаем. Первое, основная задача – дать молодежи возможность применить свои какие-то новые полученные знания, новые идеи, которые они внедряют не в производство, пока в маленьком масштабе на этих станках, на этом оборудовании, которое ДГТУ здесь могла возместить. Это основная задача – дать молодежи шанс использовать то, чего уже, наверное, в будущем они будут делать на больших производствах. Также в программе презентации нового корпуса «Круглый стол» технопарки Ростовской области – драйвер развития технологического предпринимательства. Его участниками стали эксперты из столичных технопарков, представители правительства области, бизнеса и университетского сообщества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова